Всем привет! Это Егор Милентьев, редактор журнала Голд Мустанг и очередной выпуск между строк. И вы знаете, сегодня я решился бросить вызов безграмотности, которая зачастую присутствует в текстах на конно-спортивную тематику. Когда я читаю, что ты написал, я чешусь в самых нескромных местах. Ошибки, которые допускают люди, которые пишут эти тексты, они в общем-то похожи. Эти тексты повторяются, я бы даже назвал их такими традиционными ошибками, которые допускают авторы в своих текстах. И тут я задумался. И поэтому сегодня я сделал рейтинг, такой хит-парад наиболее распространенных ошибок, которые присутствуют в текстах на конную тематику. И я надеюсь, что это видео поможет вам их не допускать. Мы с вами все говорим и пишем на русском языке. Нет, на великом и могучем русском языке, у которого довольно много сложных правил. У нас великий русский язык. В нем перестать местоимение сказуемое и подлежащее, и появится интонация. Зачастую люди, которые апеллируют, используют какую-то специальную лексику, почему-то считают, что в этой лексике правила свои. И можно их использовать независимо от того, что нам предписывают орфографические словари и логика построения языка. Ты втираешь мне какую-то дичь. Так вот, нет, друзья мои. Мы с вами, чем бы мы ни занимались, мы живем в России, и поэтому обязаны соблюдать законы Российской Федерации. И мы говорим и пишем на русском языке, поэтому мы обязаны соблюдать правила русской орфографии и пунктуации. Короче, Склихосовский. Тебе не интересно, не мешай. Пожалуйста, дальше. И первая ошибка. Слово «пони». Это слово не имеет формы множественного числа. Она не склоняется во множественном числе. В сети есть миллион разных ресурсов, которые помогают проверять грамотность, правильность написания тех или иных слов. Мой любимый «грамота.ру». Здесь почти все можно найти. Сразу по всем словарям идет поиск и так далее. Итак, орфографический словарь. Пишет нам это слово «пони». И обратите внимание, «нескл». Несклоняемое. Мужской род имеет это слово. Вон, пони. Несклоняемое. Запомните. Несклоняемое. Обведем. Несклоняемое. Нет поней. Пони. Они и в Африке пони. Кстати говоря, это же правило относится и к такому модному слову сейчас. Мюсли. Так вот, мюслями мы никого не кормим. Мы всех кормим, только мюсли. Во множественном числе они не склоняются. Только мюсли. В следующем моем хит-параде идет слово, а точнее несколько слов, в которых упорно совершается ошибка в окончаниях. И, кстати говоря, при произношении этих слов там еще и ударение неправильно ставится. Итак, это слово тренер, а также берейтер и конюх. Давайте представим себе какой-нибудь такой рекламный текст. В нашем конно-спортивном клубе работают только квалифицированные тренера. Берейтера. За лошадьми ухаживают конюха. Нет, учителя это учителя, например. Профессора это профессора. Но тренер, когда их много, это тренеры. Берейтер, когда их много, это берейтеры. И конюх, когда их много, это конюхи. Потому что, ну просто потому что надо выучить русский язык в конце концов. Тренера, берейтера и конюха у нас на конюшнях не работают. Их вообще нет, не существует. Этого не понял никто. Самое простое правило, которое мы все прекрасно помним из уроков русского языка в школе, это употребление заглавной буквы. Ну что может быть вообще проще? Начало предложения или имена собственные? Страна Россия, город Москва, кошка Мурка и так далее. Но, оказывается, что когда мы заканчиваем школу и сталкиваемся с реальными текстами, возникает проблемка. Потому что некоторые слова очень хочется написать с большой буквы. Ну просто вот есть такое внутреннее чувство, что надо бы их написать с большой буквы. А писать их с большой буквы нельзя. Потому что это будет не по-русски. Слушай, я русский язык нехорошо знаю. В конно-спортивной терминологии таких слов полно. Но начнем с одного словечка, которое очень любят конкуристы. Это слово «гран-при». Все мы знаем, что финальная часть любого конкурного турнира – это «гран-при». Слово, заимствованное с французского языка, означает «большой приз». Во-первых, это слово пишется через дефис. Орфографический словарь дает единственную возможную потребимую форму – это через дефис. И вторая часть этого слова пишется с маленькой буквы. С большой буквы пишется с заглавной, с прописной, как она правильно называется. Пишется только первая буква «г». Главное событие вообще в спортивном мире – это Олимпиада, Олимпийские игры. Так вот, давайте запомним, что в словосочетании «Олимпийские игры» с большой буквы пишется только первое слово. По аналогии, давайте порассуждаем на тему всемирных конных игр. Такое масштабное событие, которое представляет собой все чемпионаты мира по конно-спортивным дисциплинам, которые проводятся в одном месте. Так вот, даже в таком грандиозном событии с заглавной буквой мы будем писать только слово «всемирные». «Черным» по «белому». Читаем нижний абзац. В именах собственных, наименованиях, состоящих из нескольких слов, в прописную букву пишется только первое слово. За исключением случаев, когда в состав наименований входят другие собственные имена. Видите? Примеры приведены. Вот, это не я придумал. Это правило русской орфографии и пунктуации. Вот, ну, почитайте на досуге. Дальше. Очень распространенная ошибка. Очень распространенная. Чемпионат и кубок. Ну, давайте еще раз вспомним о том, что слово «мир», «мира» мы пишем с маленькой буквы, если это не проспект мира в Москве. Поэтому, чемпионат мира, кубок мира. Слово «мир» всегда с маленькой буквы. А что же с первым словом? Снова отправляемся на грамоты.ру. Вот тут куча было вопросов на тему чемпионатов, кубков и первенств. Вот смотрите, вот вопрос. Кто-то задавал мне. С какой буквы пишется «чемпионат», «первенство», «чемпионат мира». Значит, ответ был, что вы написали эти сочетания правильно. То есть, чемпионат с маленькой, первенство с маленькой. Вот. Дальше. Чемпионат мира по футболу, кубок Европы по водному полу. Значит, вот он, самый исчерпывающий ответ здесь есть по этому поводу. Смотрите внимательно. Слово «чемпионат» пишется строчными. Видим, да? Чемпионат так далее. Слово «кубок» пишется с большой буквы. Как первое слово назвать спортивным соревнованием. Вот так. Это не факт. Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Как бы нам не хотелось, друзья, как бы нам не хотелось выделить чемпионов. Это же такие классные, выдающиеся, можно сказать, да, выдающиеся спортсмены. Они достигли довольно больших результатов. Они выиграли чемпионат. Они стали чемпионами. Даже если они выиграли в сумме по нескольким зачетам и стали абсолютными чемпионами. Такие титулы пишутся с маленькой буквы. Русский язык, он же ведь не только велик и могуч, он еще и довольно жесток. Как бы нам не хотелось выделить наших любимых чемпионов, писать их нужно с маленькой буквы. Даже если они абсолютные. Вот еще интересное такое дело. Есть одно слово. Слово из трех букв. Которое относительно недавно попало в русский язык. Но вот почему-то мы все как-то не сговариваясь, стали писать его как аббревиатуру, большими буквами. Это слово КЮР. Я первый раз слышу такую аббревиатуру. По правилам русского языка, чтобы в слове все буквы были заглавными, это слово должно быть аббревиатурой. То есть сокращением. Может КЮР это сокращение? Давайте разбираться с этимологией этого слова. Оно заимствованное, но может быть оно к нам пришло аббревиатурой. Слово КЮР пришло к нам из немецкого языка. Существительное КЮР это форма глагола КИСЕН. Устаревший глагол, который сейчас в немецком языке не используется, с исключением отдельных случаев. Вот в частности в спортивной терминологии. Это означает программа из самостоятельно подобранных элементов. То есть произвольная программа в противовес обязательной программы. В прямом смысле слова тот самый КЮР, который и подразумевается под КЮРом. КЮРом, большого приза, малого приза, среднего приза, то есть произвольная программа вводов музыкалов. Ковальский, выводы? Почему же мы слово КЮР так упорно пишем большими буквами? Я не склонен подозревать всех во всем. Но скорее всего это какой-то заговор. И давайте будем писать его с большой буквы. Но давайте ограничимся одной большой буквы в этом слове. Есть, друзья, еще одно слово из трех букв, которое почему-то очень часто пишут как аббревиатуру. Это слово совершенно из другой области, из области скачек. И это слово ОКС. Это главный традиционный приз для трехлетних кобыл. Скачка. ОКС это заимствование из английского. Слово в английском оно пишется с одной заглавной буквы. Вот, поэтому нету совершенно никаких причин писать его как аббревиатуру в русском языке. Хорошая версия. Многое объясняет. Ну вы уже, наверное, поняли, какое словечко я оставил напоследок. Это, пожалуй, самая классическая ошибка, связанная с конно-спортивной терминологией. Это слово конно-спортивной, которое очень часто пишут через дефис. А теперь, дурная твоя башка, слушай внимательно и запоминай. Прилагательное конно-спортивной образовано от словосочетания конный спорт, где спорт это главное слово, а конный зависимые. Поэтому конно-спортивной пишется слитно. Нет, конно-спортивной пишется через дефис. Через дефис. Конно-спортивной пишется слитно! Ну, собственно, добавить, пожалуй, и нечего. Ну, залезьте вы вон в гугл и посмотрите, как пишется прилагательные, образованные с двух основ. Вы правила вообще хоть раз читали? Рот свой закрой поганый, а! У меня для вас есть одно предложение. Я сейчас, типа, такой самый умный, наговорил кучу всяких правил, да? А вот соблюдаем ли мы сами в своем журнале эти правила? Ну, так вот вам свежий номер. Классный, да? Очень красивый. Прочитайте его внимательно. И если вы там обнаружите ошибки, особенно из тех, которые я сегодня обозначал, то пишите в комментариях, а мы посмотрим и извинимся. Я допускаю, что, может, где-то и пропустили, не знаю. Номер вообще, ребята, шикарный. Получился очень классный. Здесь куча крутых статей, куча классных фоток. Здесь вы узнаете, кто такие отмороженные. Кому нужны конно-спортивные разряды? Конно-спортивный пишем слитно, помним, да? Почему нельзя в раннем возрасте давать же ребятам нагрузку? Номер получился такой приятный. Есть что почитать. Я еще ни разу не призывал делиться видео нашего проекта «Между строк». Но сегодня я очень вас прошу. Давайте вместе дадим бой безграмотности в текстах на конно-спортивную тематику. И распространим это видео, чтобы как можно больше людей, которые будут что-нибудь писать, не допускали ошибок. Читайте «Голк Мустанг», смотрите между строками. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!